Поймать свою синюю птицу в Котласе приехали 124 юных художника из 29 регионов нашей страны. География участников постоянно растет. В этом году на конкурс, кроме художественных школ и студий Северо-Запада, впервые заявились художники из Владимира. 25 раз Гамма открыла двери для самых талантливых. Два летящих дня предстоят нам с вами. Дня соревновательных, дня с адреналином. Два дня, в которые каждый из вас сможет еще раз себя проявить. Сначала, с открытием конкурса «Синяя птица» всех поздравляю! Всем хочу пожелать творческих успехов, новых достижений и самое главное ярких и забываемых впечатлений. С праздником вас всех! «Синяя птица» – особенный конкурс. Участники не просто присылают свои работы на суд жюри. Юные художники создают свои шедевры прямо здесь, в стенах школы искусств. Изюминка каждого конкурса – тема, о которой участники узнают непосредственно перед самим творческим состязанием. Сегодня мы обозначили, сейчас «Синяя птица» объявила тему «Южная Америка». Жгучили латиноамериканские. В общем, это также все у нас прослеживается, опять же, на Тюрморте. Ну и плюс индейцы, конечно. То есть натура. У нас позирует девушка из племени майя, наверное. Если тема до начала конкурса держится в секрете, то о техническом задании участники узнают до него. Например, из кальки предметов будет на Тюрморт. Задания все приближенные к экзаменационным при поступлении. И вот эта вот именно нумерация, они сейчас заходили каждый в свой кабинет, брали номер и искали на Мольберте лист с этим же номером. То есть они не бегали, не выбирали место, где сесть. То есть уж какое им досталось, такое досталось. Мы старались, чтобы всем удобно было. На Тюрморт – танковая живопись, культура, портрет и декоративная композиция. Свои лучшие стороны участники смогли проявить в разных номинациях. Субтитры создавал DimaTorzok Несколько лет назад «Синяя птица» приобрела статус всероссийского конкурса, на который приезжают самые лучшие юные художники России. Рисование – что для тебя? Это вся моя жизнь. Я очень много, ну почти всю жизнь хожу рисую. Мне нравится интересная тема, что-то новенькое попробую, не просто портрет. Для меня рисование – это расслабление, какой-то отдых от повседневности. Я занимаюсь этим с 9 лет, сейчас мне 15. Рисование для меня значит очень много, и я рада, что смогла попасть сюда. Рисую с детства. Я, то есть, в садике очень любил рисовать. По сути, это для меня дело всей жизни. Пока участники выполняли конкурсные задания, их педагоги времени зря не теряли, обменивались опытом в творческой мастерской «Чай, кофе, порисуем». Рисовали натюрморты и портрет. Сама Фрида Калла позировала для наставников. И хотя призовые места увезли команды из Ярославля, Северодвинска и Кирова, Котлашане не остались без наград. Так, воспитанница Анны Горбатовской, Анна Марышева, стала лауреатом второй степени в номинации «Декоративная композиция». Ксения Федорова – лауреатом третьей степени за портрет в технике рисунок. А Анна Губкина получила диплом третьей степени за живописную работу в технике гуашь. Обе участники – воспитанницы Андрея Слиба. Декоративная композиция